Просто поинтересуйтесь у специалистов, которые вам будут делать электромонтаж. Какую систему защиты от поражения человека электрическим током они будут воплощать вам тут в жизнь? ТТ, ТНЦ, ТНЦС? Мне кажется, вам многое станет понятно. Всё. Пару секунд, и всё полностью зачищено. Не надо мучиться с пяткой. Всем привет! Сегодня мы закончили нашу очередную электромонтажную работу, а именно, закончили полностью электромонтаж коттеджа. Сегодня речь пойдёт конкретно об этом электрическом щите. Мы разберём, на чём можно экономить щите для частного дома, на чём нельзя экономить. Но это опять же всё, на мой взгляд, там уже смотрите сами. Сразу скажу, отвечу на вопросы, которые мне 100% захотят задать некоторые умники. Почему мы установили щит до штукатурных работ? Это помещение у нас техническое. Заказчик сказал, что здесь штукатурные работы производиться не будут вообще. И также вопрос, почему тут нет никакого рубильника для генератора. Генератора тут не будет. В общем, не будет и всё. Давайте не будем разбираться, насколько он тут нужен, не нужен. Заказчик сказал, что он ему не нужен. Вообще, меня, в принципе, очень удивляет тенденция, что многие заказчики даже не то, что жалеют денег на электрику, а они даже как бы не считают эту графу расходов какой-то серьёзной. Они там рассчитают, в общем, на мебель, деньги, на отделку, даже на шторы. А электрика как-то это всего лишь провода и всё. И когда ты приходишь, говоришь им, что у вас вот столько-то, столько-то уйдёт на материалы, то они как бы не удомевают, потому что даже и не знали, что это же просто провода. На самом деле нет. Это ваша безопасность. Например, заказчик на этом объекте думал, что на материалы уйдёт где-то в районе 20 тысяч. Пускай это коттедж и небольшой, тут всего лишь 64 квадрата, но на материалы тут, я скажу, только один щит, больше десятки получился. Сам щит без наполнения. Я, если честно, даже уже хотел просто разворачиваться и уходить. Думал, это не наш клиент, но мы побеседовали и я объяснил, за что нужно платить, почему нужно это ставить. И, в принципе, меня поняли. И мы начали работать. Ну, я договорился, что мы сделаем всё максимально бюджетно, но без всяких нарушений. То есть будем экономить на том, на чём можно экономить. Сейчас постараюсь объяснить, на чём нельзя экономить. Ни в коем случае, на мой взгляд, не надо экономить на самом щите. Потому что, когда работаете с такими квадратами, например, вот у нас на вот идёт пятижильный десятый квадрат, то есть с опоры. Также есть кабель у нас шестой квадрат, пятижильный получается на варочную поверхность и на котёл. И представляете, когда на все эти квадраты вы будете одевать щит. Если это будет какой-то дешманский щит, его будет всего выгибать. Дверка потом, скорее всего, не будет закрываться. Да и вообще с ним работать будет просто кошмар. Такие щиты могут сойти для маленьких однокомнатных квартир, где вы там сделаете немного автоматов. И то их лучше полностью не забивать. Но в коттедже мы просто за такую работу не берёмся. Поэтому я сразу сказал заказчику, что щит должен быть только хороший. И он где-то там заказал по какой-то скидке, я не знаю, Шнайдер Прагму. В общем, щит это просто супер щит. Вы его можете разбирать как хотите. То есть у него отдельно разные двери заказываются. Просто крутой щит. Честно, я работаю с ним в первый раз. До этого самые крутые щиты, с которыми я работал, это были АББ Минстраль. По-моему, он их выше просто на голову. То есть вообще очень крутой щит. Собирать его одно удовольствие. Ещё я считаю, что ни в коем случае не надо экономить на в одном кабеле. Тем более, если он проложен у вас под землёй. Как в нашем случае. Потому что поменять его уже будет большая заморочка. Во-первых, заказчик в любое время может захотеть увеличить мощность. Тут дали 25 ампер на фазу. Тут, по идее, можно сделать кабель намного меньше, чем взяли мы. Кабель 5 на 10. Но потом заказчик может захотеть увеличить мощность. Ему не надо будет уже ничего менять. Он просто пишет заявление. Ему, допустим, делают одобрение. И всё, он ставит уже другой автомат. Кабель ему менять не надо. Ещё одна причина, по которой мы выбрали кабель именно 5 на 10 с запасом. Это потому, что мы тут сделали в этом контейнере систему защиты ТНЦС. И заземление у нас идёт с опорой пятой жилой в щит. А по правилам проводник заземления не может быть меньше 10 квадрата. Вот на чём уж точно не стоит экономить в частном секторе. Так это на реле напряжения. Поскольку сети за городом явно не могут похвастаться высокой стабильностью и низким уровнем аварийности. Мы установили 3 реле напряжения. Они у нас находятся вверху. Реле напряжения мы взяли от фирмы Schneider. В последнее время я ставлю только их. Единственный минус, они рассчитаны только до 40 А. И не всегда они подходят. Иногда нужно больше. Но в нашем случае, как и практически во всех частных секторах, дают 25 А на фазу. И их, в общем, хватает за глаза. По старой привычке я установил у каждого реле напряжения байпас. Со Schneider'ом, конечно, у нас никаких проблем не было. И, насколько я знаю, ни у кого не было. На форумах я нигде не читал. Но все знают про мои видео с Меандром. Какие у меня были проблемы. Как приходилось подрываться. Вот поэтому я уже на всякий случай решил везде ставить байпас. Байпас это простой автомат. В случае поломки реле напряжения вы возводите. И у вас всё работает помимо него. А потом уже в удобное для вас время едете без пробок и устраняете. А учитывая то, что это область, мне кажется, всё-таки ставить их надо. Многие писали в комментариях, что тогда может быть случай, что произойдёт, скажем так, скачок напряжения, а заказчик возьмёт и включит. В общем, и подаст высокую напругу на розетке. Я думаю, что это вообще очень маловероятно, поскольку заказчик, во-первых, всё равно будет звонить. Во-вторых, тут написано байпас не включать. В общем, мы это пометили, всё это дело. В-третьих, специально уже просто для защитного дурака, я установил вольтметр, который мы установили до реле напряжения. И даже если придёт какое-то завышенное напряжение, и релюшка сработает, на вольтметре это будет указано. А вообще заказчик, прежде чем что-то сделать, он всё равно позвонит мне. И мы уже это решим. Сейчас уже есть телефоны, фотографии, видео, всё отправляется, пересылается. Так что, по-моему, говорили люди глупости. Теперь немного расскажу о том, на чём мы всё-таки решили сэкономить. Как вы видите, все автоматы у нас стоят не самые крутые. То есть, это самая простая серия Шнайдера. Но, тем не менее, из своей ценовой категории, мне кажется, она самая лучшая в своём ценовом сегменте. То есть, автоматы мы решили взять попроще. С той самой целью, что, по крайней мере, в будущем, когда уже у заказчика будет больше денег, он сможет их всегда поменять. Хотя, скорее всего, они его устроят. Кстати, меня в ВТМе обрадовал менеджер. Сказал то, что у Шнайдера появились две приятные новинки. Именно у серии EZ9. Одна из них – это автоматы с номинально отключающей способностью не 4,5 А, как это обычно бывает, а с 6 тысяч. И причём они даже не сильно отличаются по цене. Мы все трёхфазники поставили на 6 тысяч А, потому что, ну, во-первых, они защищают линии 6-го квадрата. Остальные у нас идут на 2,5-1,5. А, во-вторых, потому что всё-таки они защищают разноимённые фазы. А, как известно, на величину тока короткого замыкания напрямую влияет как сечение самой линии, так и расстояние до подстанции. В нашем случае, кстати, подстанция стоит довольно-таки близко. Вторая новинка от EZ9 – это однополесной дифф. И это очень прикольно, потому что до этого однополесные диффы были только у дорогих серий и солей довольно-таки много. Сейчас она есть и у EZ9. В общем, это очень прикольно. Мы её поставили на холодильник. Неотключаемые группы мы тут не делали. Сделали просто отдельную линию на холодильник. Таким образом, если заказчик куда-то там раз в год или там два раза в год решит уехать, то он может просто всё выключить, кроме одного автомата. Вот и всё. Тоже, в принципе, нормально. Кстати, мне в комментариях постоянно писали «Купи себе нормальный стриппер, купи, короче, то, купи всё». Я думал, что мне пишут? Меня всё устраивает, нормально работал. Ну, в общем, я всё-таки купил на выставке Хаупа тут немного всяких разных стриперов. Скажу честно, мне зашло не всё. Я вообще не сторонник того, чтобы кучу денег тратить на инструменты. Я считаю, что если есть какой-то у вас простой, я не знаю, стриппер, но он выполняет свои функции отлично, то нет смысла его менять. Но, в общем, от Хаупа некоторые вещи мне прямо очень зашли. То есть, ну, в общем, смотрите сами. Скажу честно, мне зашли не все вещи, которые я купил. Понравилось не всё. Но я в шоке от одной приблуды. Она мне прямо очень понравилась. Если честно, я никогда таким не пользовался. Ну, вот, попробовал, и мне он прямо зашёл. Сейчас покажу его в действии. В принципе, я им в этом коттедже зачистил и все коробки. Но коробки не прямо удобно зачищать, потому что... Ну, потом расскажу, в общем, почему. Ну, тоже нормально сойдёт. В общем, принцип действия у него простой. Тут два лезвия. Зажимаете ими кабель. Когда кабель длинный, можно даже сделать это в два раза. Но всё равно это получается намного быстрее, чем той же самой пяткой. Но про пятку я у Хаупа ещё расскажу отдельно. Просто идеально. Получаются ровные провода. Сколько я вот тут коробок зачистил им, вообще ни в одном месте ничего нигде не наджабилось. В общем, для щитов, мне кажется, он вообще просто идеальный. Единственное, что немного силы надо потянуть. Также тут есть вот такие вот, получается, как сказать, отверстия для того, чтобы зачистить жилу 2,5 квадрата и жилу 1,5 квадрата. Сейчас покажу. В коробках вообще просто мега удобно. Опа, и всё, она зачищена. Вообще, очень крутая вещь, и я её реально советую. Кстати, стоит недорого, что-то в районе 2 тысяч рублей. Пятка у Хаупы, сразу скажу, для ЛС-овских кабелей подходит не очень. Слишком большая площадка, лезет она очень плохо. Ну, благо спас вот этот вот стриппер. Ну, давайте сейчас даже попробуем целую. Я сейчас два раза делал. Сейчас в один. Так, ставим, получается, в начало. Единственный минус, что надо как бы тянуть силой. И вот в тех же коробках сальником как бы это не очень нравится. Пару секунд, и всё полностью зачищено. Не надо мучиться с пяткой. Ещё мне просто очень зашёл вот этот стриппер. Самое главное, что он недорогой. Кстати, все они сделаны в Германии. То есть написано Made in Germany, и Хаупы поручается, что так оно и есть. В общем, я его, если честно, купил, думал зачищать им ПВ-3, шестой квадрат, но для этого он не очень подходит. Зато им просто идеально зачищать провода для щита. То есть вся эта работа происходит намного быстрее. В общем, очень прикольно. Вы тут сразу просто выставляете длину, какую вам надо, и потом уже просто щёлкаете. Это очень круто, потому что не надо каждый раз что-то вымерять, и у вас всегда получается одинаковая длина. Также я на квартире, когда ставил розетки, просто кайфовал с ним. Я сначала всё везде зачистил, а потом прошёл, и всё прощёлкал, и просто моментально. В общем, реально крутая вещь. Бокорезы-плоскогубцы у Хаупы тоже очень клёвые. Мне тут один умник писал, что нет никакой разницы с КВТ. Я, как бывший любитель КВТ, говорю, что разница просто колоссальная. Если подписчики хотят, я могу записать сравнение, обзор Хаупы, к примеру, и КВТ. В общем, по-моему, там результат будет налицо. Сейчас хочу поговорить на одну тему, которая почему-то уделяет очень мало внимания. Ну, в большинстве случаев. Хотя, на самом деле, по-моему, она очень серьёзная, потому что она напрямую влияет на безопасность у заказчика. А именно, куда нужно подключать контур-заземление в щите. Я очень часто видел, когда строит дом какая-то бригада, которая делает всё. Она и фундамент заливает, она же делает стены, она же делает электромонтаж и сантехнические работы. И с точки зрения электрика, я вот смотрю на их работу по электромонтажу, и мне кажется, она вообще как бы на таком уровне не очень. И одна из самых распространённых ошибок, что они как попало подключают заземление. Сейчас расскажу, что именно я имею в виду. Начнём с того, что есть вообще разные системы защиты человека от поражения электрическим током. Например, в коттеджах чаще всего используется система ТТ и ТНЦС. А вообще, этих систем очень много, и более подробно о них вы можете почитать в том же самом ПОЭ. Но мы сейчас не будем углубляться в эту тему, потому что это видео затянется очень надолго, и будет вообще непонятно заказчикам. Если постараться выразиться более, скажем так, техничным языком, то система ТТ, это когда у вас все приборы в доме просто заземлены. Они нигде не связаны с нейтралью трансформатора. Многие электрики считают эту систему самой безопасной. Может так оно и есть, но к сожалению, не всем заказчикам она по карману. Точнее, её правильное воплощение в жизнь. При системе ТТ, если у вас произошёл, скажем, в каком-то из приборов, ну пробой фазы на корпус, если у вас стоят простые автоматы, то они скорее всего не отработают, поскольку короткого замыкания не будет. У любого заземления всё равно есть своё сопротивление. Но, тем не менее, потечёт большой ток по этой цепи, и это может негативно отразиться на безопасности. Поэтому, если вы используете такую систему, у вас все линии должны быть защищены дифференциальной защитой. То есть УЗО или ДИФ-автоматами. А они, в свою очередь, очень недешёвые. Также, в идеале, у вас должно стоять противопожарное УЗО на входе, а оно ещё должно быть и селективным. А эта игрушка у хороших производителей, она вообще недешёвая. В данном случае мы использовали систему ТНЦС. Если обратиться к документам, система ТНЦС, это когда функции нулевого защитного проводника и нулевого рабочего проводника объединены в каком-то из мест системы, начиная от источника питания. В нашем случае это опора, на которой установлен прибор учёта. Там же мы и сделали сам контур заземления. Если бы мы использовали систему ТТ, то нам бы логичнее было сделать контур заземления не у столба, а где-то тут недалеко от щита. Кстати, я очень много раз замечал, когда те же самые строители делали систему ТТ. Причём, мне кажется, они даже сами про это не знали. В общем, делали систему ТТ и вообще не ставили никакой дифф-защиты. Мне кажется, они делали тем самым ещё хуже, чем бы они не сделали контур заземления вообще. А и вообще, если вам строят дом под ключ, просто поинтересуйтесь у специалистов, которые вам будут делать электромонтаж. Какую систему защиты от поражения человек электрическим током они будут воплощать вам тут в жизнь? ТТ, ТНЦ, ТНЦС. Мне кажется, во многое станет понятно. Если вы хотите узнать больше о вообще этих системах защиты, то я вам советую одну статью одного очень умного человека. Это Валерий Черепанов, он мой земляк. Статья эта находится в группе ВКонтакте, Всероссийская группа Электрик. Очень классная группа, очень полезная. Ссылку на эту статью я оставлю в описании. Также на эту тему очень много снял видеороликов Михаил Чистяков. Советую тоже посетить его канал, если данная тема вам интересна. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всего доброго.